Абудхибхи — неразумными. Дуратьяя — очень трудновыполнимая. Анукраамана — тот, преданное служение которому. Нерупяте — определяется в писаниях или в наставлениях духовного учителя. Мухьянти — которых вводят в заблуждение. Яд — которому. Вартмани — на пути. Ведаваадина — последователи учения Вет. Брама Аадая — полубоги, начиная с Господа Брама. Хи — поистине. Эша — этот. Пхиннати — меняет. Мой. Матим — разум. Тут слово «сва пара». Через дефис «сва пара» — два слова получается. «Свое чужое» — «сва свой». «Сва рупа» — своя форма. «Сва дхарма» также. Своя природа. «Пара» означает «чужое». И «пара» также означает то, что выше. «Чужое» — это «выше» в моей собственности. То есть выше чужое и выше. Интересный санскрит. Перевод текста. Человек, привыкший делить окружающих на врагов и друзей, не способен увидеть пребывающие в нем сверхдушу. Что говорить о таких людях? Ведь порой даже Господь Брама и другие великие знатоки Вет не могут до конца понять, как идти путем преданного служения. Все это происходит по воле Верховного Господа. И только благодаря тому, что Он сам одарил меня разумом, я встал на сторону того, кого вы считаете своим врагом». Необычный текст. То есть тут описываются очень-очень сложные темы. Здесь речь идет о преданном служении. Чистом преданном служении, который не могут даже до конца понять, порой, даже такие полубоги, как Господь Брама. И знатоки Вет великие тоже. Как идти путем преданного служения? Что препятствует этому пониманию? Вроде бы простая истина. Написывается очень просто. Но в чем сложность, как Рупа спрашивает, в чем же сложность? Сложность в нашей материальной квалификации. С одной стороны, мы обязаны иметь материальную квалификацию, должны. Это тоже описывается, как сва-адхарма, кшатри-браман, жудра-вайщик. Сва-адхарма, у меня есть природа. Сва, моя. И именно эта природа является препятствием. Вот это вот противоречие всегда будет присутствовать в нашей практике. Это вечный вопрос преданной, как соединить то и другое вообще. Материальные наши обязанности, духовные обязанности. Вот сложно. И здесь говорится, что даже разум Брамы не способен до конца понять, как это совместить. То есть это, в принципе, несовместимые-то вещи. Материя и дух. Здесь даётся интересный ответ в этом тексте. Всё это происходит по воле Верховного Господа. То есть это доступно только освобождённым душам, которые не различают материю и дух. Или как языком? Ну, практическим. Юг-тавайраги называется. Всё это материально можно занять в служении Кришне. То есть можно одухотворить. Но это возможно, по милости Господа. Такой материальной квалификации не существует. Невозможно это делать при помощи материальных методов. Никак. Ни карма-йога, ни гьяна-йога, ни мистическими ситхами. Только чистое преданное служение. Именно присутствие Бога в нашем сердце. В сверхдуши. Давайте почитаем комментарии. Шел Прабхупады. Махарадж прохладно откровенно сказал. Дорогие мои учителя. Вы ошибочно полагаете, что Господь Вишну ваш враг. Но поскольку Он благословен ко мне, я понимаю, что Он друг каждого. Вы можете считать, что я встал на сторону вашего врага, однако. На самом деле Он просто одарил меня своей милостью. Тут очень короткий комментарий. Итак, даже Бог может стать врагом для кого-то. Для ученых-материалистов враг — это материальная природа даже. Враждебные силы природы. Мы говорили об этом. Это было написано в научных трактатах в советское время. Были научные издания, где в предисловию сразу же утверждалось, что враждебные силы природы, и мы боремся с ними. Враг, правда, враг. Она не дает им достаточно комфорта. Она заставляет нас трудиться, переносить тяготы. То есть эти законы природы, они враждебны по отношению к нашему счастью, к нашему благополучию. Мы построим города такие, то есть он еще учился в школе. И были специальные журналы научные, и юношеские, и детские, которые нас настраивали или программировали на будущее с комфортом. Города на севере, мы жили под куполом, где будет много солнца, где будут свести сады. Потом плавающие города, острова в океане. То же самое. И многие другие вещи. То есть упоминалось, что, в принципе, всю черную работу будут делать механизмы. Люди не будут больше так страдать. То есть наука обеспечит вам все это в будущем. Уже мы на пути, мы делаем станки, видите, уже аппараты, приборы, электроприборы. Более того, уже открыта была ядерная энергия, неисчерпаемая. То есть люди были вдохновлены. Потом были нефть и газ, природные ресурсы добывали, угля много. То есть люди себя почувствовали уверенно против природы, стали действовать, эксплуатировать. И если мы скажем, не трогайте ресурсы природы, не беспокойте землю, просто удаляйтесь простым трудом, нам скажут, что вы против развития цивилизации. Вы враг, наш тогда враг. Вы на сторону природы становитесь. Да, и так же на сторону против Бога можно настроиться. То же самое. Сначала нужно извратить это понятие. Что Бог – это нечто антагонистичное к человеку. Он властный, он сильный, он господствующий, он лишает вас свободы, он желает вас сделать рабами. Мы так слышали. Слышит образ. Затем, когда вы говорите, что верите в Бога, как же ты можешь верить в такого Бога? Но, как говорят преданные, в такого Бога мы не верим. В такого Бога не существует. Они не понимают слова Бог. То есть они думают, что только господство там, эксплуатация опять. Они его сравнивают с человеком. Дайте власть человеку, он будет эксплуатировать. Дайте ему большие деньги или источники энергии. Он будет гордиться, он будет себя также засляять с этими энергиями. Несомненно, он будет таким. Он хуже будет становиться. Чем больше он будет одариваться атрибутами природы или качествами, или квалификацией материальной, тем хуже будет становиться духовно, качественно. Этот пример также описан в Бхагаве, там ярко, на примере Дакши. Дакши означает, ну, трудно описать его квалификацию. Сын Брамы, и он праджапатий, то есть он источник полубогов вообще-то. И все законы природы, которые мы сейчас видим, варнаши, матдхармы и других вещей, им сконструированы. А полубоги лишь выполняли его задачу, управляющий полубоги. Это был Дакши. Он сын Брамы, и Шива тоже сын Брамы. И какова квалификация Шивы? Просто выглядит странно с точки зрения культуры материальной. Он не работает. Раз. Он сразу принимает отречение, при этом он курит ганжу, у него там окружение странное, он весь нечистый, он гирлянда из черепов. Причина странная личность. С точки зрения культуры, одежды вообще, поведения и прочего. И где-то он в отдалении находится там, и вот он гневается, или благословляет демонов, вообще, кого угодно. Дакши не переносит вообще одного этого имени. Порядочный, квалифицированный материалист. Благочестивый, он поклоняется Вишну. Поэтому он преданный Вишну. И он не узнает, что Шива так же великий преданный и выше него даже. Он не узнает, потому что материальная квалификация препятствует. Материалисты часто говорят, как вы живете. Вот хороший зал. Ну, значит, у вас нормальное движение. Вы культурные люди. Вы построили, ну, вот, хорошее, да, помещение. А если вы собираетесь где-нибудь там в простом помещении, в подвале, а кто вы такие? У вас нет культуры. Поезжайте в Аринан, вы видите там храм. Просто навес сделали от солнца. И это уже храм-то божество. Люди видят это? Здесь, чтобы люди убедились, что это храм, нужно из золота построить что-то. Некоторые божества делали из золота. Из чистого золота. Чтобы люди поверили, что это божество. Они в золото верят, в богатство верят. И раз из таких богатых материалов у вас строится здание или там божества, ну, это вера. Вы знаете, не каждый может такие деньги пожертвовать в божество. Отдать огромные суммы. На этой почве они верят во что-то. И любой человек, кто отдает им хорошую прибыль там, или обеспечивает их богатством, или поддерживает их прогресс, карьеру, они как за большинство принимают. Говорят, что это хороший человек. Но с точки зрения духовной культуры все наоборот. Все наоборот, что же непонятно. Дакша был, в конце концов, сильно пострадал за свои оскорбления. В итоге все материалисты терпят крах, как ни странно. С их квалификацией, высокой сообразованием, с их научным прогрессом. Почему? Они бросают вызов жизни. Как можно против жизни вообще что-то делать? Они сказали, что жизнь произошла из сочетания химических веществ. Хорошо. Развили химию, стали делать новые вещества, стали улучшать свою пищу, условия, все делать искусственное. Из химических элементов. Тоже химические элементы. И при помощи химических элементов мы сделаем жизнь комфортнее. Но, оказывается, живое существо страдает в этих условиях. Это против живого существа. Когда они сказали, что жизнь сочетания химических веществ, они бросили вызов жизни, душе. Которую они отвергли таким образом. Практически отвергли. Не теоретически, а практически отвергли. Чтобы быть счастливым, просто вот, пожалуйста, есть. Все необходимо в магазинах есть. Плохое настроение. Бутылку коньяка. Если тебе это не нравится, то можно что-то сделать, ну, круче. Противозаконное, ну, втайне тоже можно. Все в обществе есть, мы знаем. Лишь бы вам было хорошо. Лишь бы вы сказали хотя бы вот в какую-то минуту, вот мне сейчас хорошо. Ну, вот мы вам помогли, видите. Потом, конечно, у вас ломки будут. Но это уже другой разговор. Главное, что в какой-то момент вам было хорошо. Видите, мы заботимся о вас. Это вызов вечной душе. Здесь говорится, что такой прогресс, когда бросается вызов душе, сразу раздваивает сущность человека. Двойственная жизнь. Сразу появляются друзья и враги. Как только мы отделяем душу от тела, то есть, или соединяем душу с телом, отождествляем, сразу появляются друзья и враги. Это природа тела. Смат-хармы тела. Какой бы ни был квалифицированный материалист, ученый, он будет делить людей на своих и чужих. Как собака? Собака всегда лает на чужих, защищает хозяина. Это ее сознание. И хозяину нравится такая собака. Он мне предан, лает на других, это хорошо, что он предан мне. Такое же, он показывает преданность мне. Моя собака, мой сторож, мой слуга. То есть, в этой двойственности можно управлять, контролировать свой и чужой, разделяй и властвуй. То есть, за этим стоит желание властвовать над материальной природой, опять же. Над другими же существами. И Прохлада Махараш коротко здесь говорит, что соединить вот эти материальные и духовные вещи не представляется возможным человеку без особой милости Господа. То есть, мы практикуем в сознании Кришны, что это означает. Это не материальная квалификация. Мы хотим получить милость Господа Читания, милость Гуру Парампара. Вот, что мы хотим. Материальная квалификация не имеет к этому никакого отношения вообще. Любой человек может получить милость Бога. Пророк Мухаммед был неграмотным. Говорит, что даст Бабаджи, тоже. Если попросили его написать свое имя на песке, он не совсем знал, как это сделать. Это великий очарь. Прохлад Махраш учится в школе. Ему пять лет от роду. Смотрите, он как проповедует. Там обучают политики, экономики. Именно как вот быть с друзьями, врагами, как управлять, как властвовать, как заключать союзы, как вести войны. Этому обучают. Как конкурировать в торговле и выгодно это делать. Как стать богатым? Сегодня все ходят, но... То есть это конкуренция, обучают конкуренции. Люди даже не понимают, что их обучают конкурировать. Соперничать, жестоко соперничать в этом мире, на платформе бизнеса и политики. Говорит, ну, это такова жизнь, потому что есть друзья и враги, это же такова жизнь. Нет, нет, здесь говорится, не так. Врагов нет у нас. И друзей в этом мире тоже нет, с материальной точки зрения, с духовной точки зрения. Это кажется так. Друг, враг, это практически одно и то же. Лишь чувства, говорят в это время, вот это друг, это враг, это чувства, чувства могут измениться. Это факт. Это факт. Есть такая пословица. На одной оси мы находимся, ось-то ось, то есть мы на одной оси находимся, но рыбка в рось. Когда плоды труда приходят, даже друзья поделить не могут. Это дружба. Пока нам выгодно быть вместе, мы вместе, но когда плоды труда приходят, люди не знают, как распределять собственность, все сражаются. Все ссорятся. Хоть на ломанный грош ошибка происходит в расчете денег с друзьями, они уже начинают позревать друг друга, отношения портятся. Такова сила иллюзии, двойственности. Мы прочитаем еще текст, это очень короткие комментарии. «О, браманы, учителя!» Он обращается к браманам, учителям своим. «Подобно тому, как железо притягивается к магниту, мое сознание, изменившееся по воле Господа Вишну, того, кто держит в руке диск, всегда стремится к Господу, поэтому я не могу не думать о нем». Здесь пример магнита. Это как бы такое естественное свойство. «Притягивать». Кришна означает «притягивать». Мы говорим «привлекать». Но точнее от слова «акарша» здесь используется. Кришна – Акарша. Магнит. Он притягивает. Естественно, куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, если присутствует Кришна, вы забываете, куда вы шли. Весь вашей, как компас, он встанет на северо-юг и все вот так. Это естественно произойдет. Это наши чувства. Они стремятся к Кришне. Они всегда стремятся. Но куда? В конечном счете не стремятся. Тут немножко счастья, тут немножко счастья, еще, 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 еще. Но я продолжаю искать. Я же не останавливаюсь. Чувства продолжают искать. Даже если мы что-то имеем. Мы имеем семью, дом, работу, деньги. Мы как-то устроены. Мы уже кого-то любим, кого-то уважаем. Имеем ценности. Но мы продолжаем искать. Чувства продолжают искать. Что они ищут? В конечном итоге. И каждый человек в конце жизни говорит, я так и не обрел то, что хотел. До конца. Нет, нет. Он чувствует это. Он сознает это. Ясно. И когда Акрора увидел Кришну, он сказал, теперь мои глаза достигли конечного назначения. Глаза достигли конечного назначения. Вот что я искал. Вот что должен был видеть. Я не знал об этом. Я видел какие-то отблески того, что сейчас я вижу. Поэтому я был удовлетворен. Но теперь я вижу то, что должен был видеть, от чего не нужно никогда отрывать свой взгляд. Никогда. Не нужно перескакивать с объекта на объект. Больше нет необходимости. Полный покой. Полный покой. Это называется Кришна. И он держит в руке диск, здесь говорится. С ним ничего не страшно. Он так вооружен, что защитит от любой проблемы. Диск сударшина. От этого оружия нет средства. Он вмещает в себе все виды оружия. Любые. Материальные, огнестрельные, воздушные, психические, что угодно. Что угодно. Электрические, что угодно. Для железа, естественно, притягиваться к магниту. А для всех живых существ, естественно, тянуться к Кришне. Кришна – это изначально имя Господа, которое означает тот, кто влечет к себе все сущее. Самые яркие примеры этого влечения можно найти во Вриндаване. Там все и вся тянутся к Кришне. Его родители, Махараджа, Нанда и Шуды Деви, друзья, друзья такие, как Щидам, Судама и другие мальчики-пастушки, Гопи, Шимати Радхарани, ее спутницы, и даже коровы, телята, лесные птицы и звери все тянутся к Кришне. К нему тянутся цветы и плоды в садах, воды и муны, земля, небо, деревья и другие растения, животные и все остальные существа. Такое влечение Кришне свойственно всему, что есть во Вриндаване. То есть любое живое существо во Вриндаване тянется к Кришне. Мистическое место. там оно выглядит материальным. Можно видеть деревья, пространство, реку Емуну. Все напоминает, как обычно. Кто-то видел Волгу, кто-то видел Неву. То же самое. Совершенно не то же самое. Выглядит очень похоже. Очень похоже. Как будто копия вообще. Но никакой связи нет между материей и духом. Потому что в Вриндаване управляются внутренней энергией, а не внешней. Даже птицы, даже животные, такие как собаки, коровы, свиньи там живут, ослы, верблюды, лошади управляются внутренней энергией. Они чувствуют ваши отношения с Кришной. Они осознают их. Даже будучи собакой, можно осознавать Кришну. Смотрите. Может быть, она не может это осмыслить, как человек философский, выразить каким-то образом. Это называется пхава. То есть Кришна остался в форме пхавы, там внутренней энергии. Если вы в сознании Кришны выходите в Вриндаване из домов, все сразу это почувствуют. Что вы в сознании Кришны. Даже обезьяны. Врожденные что-то. Они родились в Вриндаване. Если вы вышли на улицу не в сознании Кришны, это тоже сразу заметят. Что человек как будто спит, на вас будут смотреть совершенно по-другому, относиться совершенно по-другому. Не спрашивая даже вас. Это их жизнь. Это просто их жизнь. Вриндаван очень быстро может научиться знанию Кришны. Собаки Вриндаван могут научить, обезьяны, деревья могут научить сознанию Кришны. Но если вы выходите в Вриндаване в любви к Богу, все начнут вам улыбаться просто навстречу. Каким-то образом все это известно становится сразу же. Вся внутренняя энергия. Ничего скрыть невозможно внутри. А внешне то же самое. Почему? Там все тянутся Кришны спонтанно. Как-то мы были в одном храме во Вриндаване. Был Гавин Дамагарадж, Андрадюм Дамагарадж и какая-то наша группа была. Мы просто ходили по храмам. Зашли в какой-то храм, в котором раньше не были. Не помню даже, что это был за храм. Хотели получить даршин божеств и просто уйти. Но алтарь был закрыт и нам Пуджарь сказал подождите. Скоро откроем алтарь. Ну, по-индийски скоро это неизвестно когда, но откроют. В общем, скоро. И мы стояли, 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 стояли и поняли, что это индийское время. И Гавина Мараш начал тихонько петь киртам просто. Ну, это не Схоновский храм, но он тихонько начал петь киртам. Ну, а там преданные сразу подхватили и тут уже Мриданки уже коротал и уже через пять минут там. И местные жители тоже пришли туда на даршин. В храм тоже смотреть божества. У них свои обряды, там своя музыка, свои мантры, может быть. Но мы начали петь Харе Кришна. Я такой реакции в жизни не видел. Приджабаси. Особенно женщин. Там какие-то были старухи, много их было. Просто старухи там. Вот так вот просто посмотрите и не обратите внимания. Ну, старый человек непривлекательный. Начал с Акир там. У них глаза заискрились, молнии стали вылетать, знаете. Что-то стало происходит. Мы этих глаз не могли оторвать от этих старух. Это было-то удивительное что-то. Они так, такое счастье у них пошло, знаете, свет такой, они стали вдруг смотреть друг на друга. На нас, как будто всех обнимали вообще. Кришна здесь узнали сразу, мгновенно. Сразу, как только звуки начались. И там такие танцы устроили, Боже мой. С ума посходили все. Это вариндава. Как говорится, есть сухая солома, правопад говорит. Сухая солома, на жаре вообще. Вот искра упадет, сразу вспыхивает. Вот это вариндава. Так они чувствительны к духовной энергии. Собаки приходят слушать всем от Бхагавата. Это не шутки. Я сам дал класс Бхагавата на иммуне. Собаки сидели, тоже слушали. Весь класс Бхагавата просидели. С преданными. Потом стали ждать просад, тарелки. Они тоже сели. Им тоже тарелки поставили. Спонтанно это произошло. Это вариндава, потому что вы видите, это преданное, вы не видите собаку. Я говорю, что видишь, что это собака, но какая разница в вариндавании, собака или не собака. Вы же вариндава, да? Ему наубирала паутины в комнате правопады, чистила ее, пауков и металл. Он говорит, зачем ты это делаешь? Он тут живет. Мы здесь гости, а он здесь родился. Он тут живет. Чего ты беспокоишь, паука? Это его дом вообще. Врижабасе. А ты тут в гостях. Это сознание вариндавана. И вы обретаете буквально за три дня пребывания в вариндаване. Что за сила? Три дня вы перерождаетесь фактически. Вы перерождаетесь в вариндаване, вы перерождаетесь. Вы возвращаетесь потом обратно и ищете, где Кришна? Нет Кришны, нет Кришны, нет Кришны. Все люди пустые. Хорошие машины, конечно. Дома высокие, но пустота. Вы ищите внутреннюю энергию, вы смотрите внутренним взором и не находите ничего стоящего. только внешняя энергия. Показуха какая-то. Эта показуха сильно влияет, знаете, как выглядеть. Самое важное в этом мире, как выглядеть. полная противоположность вариндавану на материальный мир, где никого не влечет Кришни, всех привлекает майя. Именно эти материальные миры отличаются от духовного. Хирани Кашипу находился в материальном мире. Его привлекали женщины и деньги. А Махараджу Прохладу, который пребывал в естественном для живого существа состоянии, неизменно влекло Кришни. Когда Хирани Кашипу спросил Прохладу, как в его разум могли проникнуть столь странные убеждения, Прохлад ответил, что в его убеждениях нет ничего странного, ибо каждое живое существо в своем естественном состоянии тянется к Кришне. Хирани Кашипу это казалось странным, потому что сам он, находясь в неестественном состоянии, не тянулся к Кришне. Поэтому, как следовало из слов Махараджи Прохлады, Хирани Кашипу нуждался в очищении. Очищение означает, есть скверная какая-то. Скверная, если говоря языком эмоциональным, чувственным, это болезнь. Это налет какой-то болезни. Это скверно. То есть, вроде все хорошо, но у меня внутри нет счастья. Это болезнь. Это скверно. Это покрытие какое-то. Неестественное покрытие. Потому что естественное, мы счастливы должны. И если больному человеку предложить погулять, поиграть в теннис большой, скажешь, да что вы. да не хочу, мне не нужно. Нет, это только страдание. Зачем же это нужно? Может быть, пир приготовить какое-то, ну вот, к обеду, что хочешь. Ничего, не хочу вообще. Ничего этого, скверно одарил. Болезнь. Но, естественно, когда человек выздоравливает, очищается от болезни, к чему он защищается аппетит, энергию, он тоже хочет бегать, использовать свои силы, как бы для деятельности какой-то, радости, жизни, изучать что-то. ему интересно жить. Сегодня люди теряют интерес к жизни. Денег мало и все. Нет интереса к жизни. Вот как это соединить? Вот это вот наше экономическое положение, неустойчивое, да, которое вот нам внушает какое-то несчастье, тревогу. В то же время есть счастье жизни как таковое, независимое от чего. Этому удивлялись вот западные люди, богатые, когда приезжали в Индию впервые, да все, кто впервые приезжал, замечали это, что есть нищие, садху, которые счастливы. У них нет денег. Живут в святом месте, но они радостные все. Чему же не радуются? У них ничего нет. Это было очень странно. Какая-то загадка есть, да, а что загадка? Внутри человека что-то есть. На счету ничего нет, может быть. Внешне ничего вроде нет. Богатого дома нет. А внутри что-то есть. Вот это внутренняя энергия называется, которую нужно развивать. И Херани Кашипу был отрезан от внутренней энергии. Как бы против Бога. Он себя отсек. Ну, демон. Они сознательно отсекают себя от Бога, его нет, не существует, мы сами своими силами, своими аскезами, своими образованиями, своими законами, мы сами будем управлять этим миром. Вот таким образом. И они лишаются навсегда счастья. Сколько бы ни было у них успехов и богатств в этом мире, они не удовлетворены никогда. Никогда. Человек несчастный. Как только существа, душа должна избавиться от склонности отрежиссировать себя отрежиссировать себя с каким бы то ни было материальным телом. Это трудная задача. Не отрежиссировать себя с телом, которое вот мы сейчас находимся внутри. тогда она сама собой потянется к Кришне. Идя путем бхакти, живое существо очищается от всех неестественных влечений. Очистившись, оно начинает тянуться к Кришне и служить Кришне, а не май. Это естественное состояние для любого живого существа. Преданного неизменно влечет Кришне тогда как непреданный, поскольку он осквернен тягой к материальным наслаждениям. Всегда Кришне безразличен. Бхагава Длитий 7,28 Сам Господь говорит об этом так. Кто совершал благочестивые поступки в этой или в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. То есть нужно наполнить свой разум и чувство благочестивой памятью. Как? Поступки нужно стать благочестивыми. И ту радость, которая приносит благочестивые поступки, нужно наполнять этой радостью свое существование внутри. Пускай это трудно, но мы помогли кому-то и мы получили эту благодарность, эти отношения, эту связь внутреннюю с человеком, внутреннюю. Просто бескорыстно и ничего не ожидая взамен. что-то делали благотворительное, благочестивое для людей. Как в жарких странах рекомендуется рыть колодцы для паломников, сажать деревья, чтобы тень была, вырастить хорошего сына для общества, не для себя, обществу подарить, хорошего, достойного человека. брак благочестивый, чистый устроить, ну вот это вот все хорошие вещи, благочестивые поступки, по законам Бога действовать, по заповедям человек действует. Он наполняется радостью, эту память внутри благочестивых действий. И нужно отречься от греха, не совершать больше дурных поступков, то есть только хорошие, прекратить плохие вещи, думать или говорить. Вот это очень трудно. В уме очень много плохих мыслей. Если сейчас в процентном отношении посмотреть на нашу диаграмму, что процентное внутри и снаружи, мы увидим, что на самом деле с внутренней точки зрения у нас нет ничего хорошего практически. Если заглянуть в сердце свое, столько эгоизма, столько корыстных желаний, столько неприязни, столько обид, столько претензий к кому-то, которые приходится скрывать, чтобы как-то жить в этом мире. То есть очень много негатива внутри. И это несчастье. При этом человек ищет счастье с таким негативным багажом, с такой тяжестью, он думает, счастье придет ко мне когда-нибудь. Придет какой-нибудь слуга, который выполнит все мои желания. Никогда вы не найдете такого слуга в этом мире. Тут все господа. они притворяются слугами. Что для вас делать? Как официант приходит в ресторане? Что хотите? Все для вас? Вот, пожалуйста, меню. Вот то. О ценах ни слова. А тут и то, и то, и то. И вы в счет. И вы всегда рот раскрываете. Давайте пересчитаем. Почему так? Вы опьянены были этим положением господина. Вам служили. Вы думали, это так вот бескорыстно? Да, приходит на ум такое настроение. Я потому что достойна этого просто так, понимаете? А тут раз вам список. Ну, слишком может через чужую. Не так уж много для меня сделали, оказывается. И пропагает, перенесите этот пример в семью. Материалиста. Если муж спросит жену, материалист, материалистку, ну, что, ты была счастлива со мной? Она спросит, а что ты такого для меня сделал в конце жизни? Вот что произойдет. А уже там все откровенно будет. Если вначале все будет немножко завуалировано, то в конце дальше, дальше, все будет откровение и откровение становиться. Ложное эго будет приступать все откровение и откровение. В конце мы скажем мою жизнь ты угробила, ты угробил. Это материальное отношение. Вот путь. Не думайте, что мы какое-то исключение. Не думайте, что вы какой-то особый господин, к которому, конечно, слуга придет. И выполняет все желания на алых парусах. Не ждите таких вещей. Нет, нужно служить Кришне. Нужно иметь большие заслуги, чтобы к слуге пришел, чтобы слуга пришел, он придет к слуге. Тогда это будет удача. Когда господин и слуга это проблема отношений. Всегда эксплуатация будет. То есть мы должны все стать слугами. Тогда можем рассчитывать вот эти планы, могут сбыться наши мечты. Алые парусы и все остальное, даже больше того. Есть высшие планеты. Есть так много всего для каждого хватает пространства и богатства. С лихвой, с избытком океана неизмеримой энергии Кришны. Но это для слуг. Слуга наследует полностью все, что имеет отец, сын. Все наследует, полностью все разделяет. Все его богатства без ограничений. Все мое, твое, Кришна говорит. Одинаково, пользуйся. это служение. Но если нам приходит на ум, а, я буду служить для того, чтобы получить богатство, старшити, форма освобождения есть такая, старшити разделять богатство Бога. Или обрести такую же форму совершенную, как у него сорупья. Или слиться с ним вообще, как с аюджи. Но преданного это не интересует, чисто преданного не интересует. Даже освобождение интересует. Кришна всепривлекающий. Необходимо полностью очиститься от скверной греховного мирского бытия. Все обитатели материального мира осквернены материальными желаниями. А пока живое существо не освободится от всех материальных желаний, а не общалась это шуньям. Его не будет тянуть Кришна. да, господ читание там он написал Шикшаш таки. Так много таких имен, как Кришна и Говинда. Они могут освободить любое живое существо, дать освобождение кому угодно. Одну имя недостаточно. Но я настолько неудачлив, что темена меня не привлекают. это скверно. Я болен. Я болен, не могу даже встать, начать мантуру повторять. Нет. Один круг даже не могу повторить. Один раз искренне даже не могу сказать это слово. Нет у меня внутренней энергии. Вообще на нуле. Вот что с человеком происходит. Слово Бог меня пугает. О чем вы говорите? Не обман ли это? Вообще. Вот до такого состояния человек доходит и в этом случае его не тянет к Ришне. Более того, отталкивает. Вы болеете, лежите обездвижены, температура и все что угодно. Вы все плохо чувствуете. Даже во сне. К вам приходит друг и говорит, о, где я сейчас был, там гуляли, там танцевали, там пели. Говорите, уйди отсюда. Кришна поет, танцует, там раз, о, перекратите. Прекратите это. Ваш Кришна распутник должно быть. Все, что новым приходит. То есть, Прохлада Махараши, он говорит о преданном служении. Но с чего начинает, когда он проповедует демонам? Он не говорит о Кришне прямо. Это их оттолкнет, это их возбудит, это враг вообще живых существ. Он пристрастный к полубогам, то есть, они ищут причины, найти в нем какие-то недостатки и находят, что он 16 тысяч жен, что это такое вообще? Спрятался в дварке, трус, что ли? Веда не изучает, цели жизни нет. Шупал и все это озвучивал, все, как он понимал Кришну. Но с чего начинает Прохлада Махараши? С косвенной проповеди. Смотрите, что он говорит в этом стихе в первом. Человек, привыкший делить окружающих на друзей и врагов, не способен увидеть пребывающие в нем сверхдушу. Он говорит, а сверхдуша Кришна не говорит. Что говорить о таких людях, ведь порой даже Господь Брама и другие великие знатоки и вет не могут до конца понять, как идти путем преданного служения. Все это происходит по воле Верховного Господа и только благодаря тому, что он сам одарил меня разумом, я встал на сторону того, кого вы считаете своим врагом. Это проповедь демона. Вот эта двойственность, двойственность вас беспокоит. Давайте вот об этом поговорим, о двойственности. это косвенная вещь вообще. Но это нужно понять, чем плоходойственность, что для них двойственный смысл жизни. Смысл-то в борьбе, в борьбе с противоположными, с врагами. Как? Враг народа. В этом смысл. Кого-то нужно обидеть врагом, тогда начнется движение. Другие философы мирские говорят, что война, она ускоряет прогресс даже. Это тоже часть истории. Это все наше развитие, прогресс. Это так мысли демоны. Как без двойственности вы можете прогрессировать, если нет друзей, врагов, если нет яни, это тело, где ваши стимулы будут? Ради чего будете жить тогда? Господь читает, вообще яни, ни брама, ни кшатли, ни шуджа, ни греха, ни брамача, ни напрасок, саня, а где-то это стимул? Что я должен делать тогда? А я Даса, Даса, Ну Даса, частичка Кришны, его вечный слуга, слуга, слуги, слуги, вот это стимул. Ну какой же это стимул, я слуга вообще, это унижение. Я не могу слушать вашу проповедь. Вы унижаете людей и говорите, вот это прогресс. Вы всех считаете слугами, называете слугами. Но нужно сказать, эта двойственность в уме, эти беспокойства, противоречия, они есть. Даже тот, кто отрицает Бога, он осознает, что эта проблема у меня, у меня раздваивается ум иногда. Я не могу разобраться, как жить дальше. То, что считал добром, стало злом, а то, что было злом, становится добром, и все меняется постоянно из века в век, из десятилетия в десятилетие. Я прожил одну жизнь, был молодым, я впитал эти ценности, сегодня другие ценности. Мои ценности вместе со мной никому не нужны. Я прожил жизнь напрасно. И такой человек в старости, даже демон думает, о, Боже, помоги мне. На всякий случай он говорит, Боже, помоги мне. Потому что я не могу переносить эти страдания. Страдания это двойственность. Ровно столько, сколько мы получаем счастье в этом мире, стремления, мы даже не получаем. Вот к какому счастью мы стремимся, это нереально его получить. Но реально мы получим аналогично противоположную вещь, страдания, ровно столько. Смотрите, даже не достигну такого счастья, но страдания получим ровно столько, сколько хотели получить счастье, если не больше. Вот эта плата. Неужели за всю мою жизнь вот эта награда? Медаль. И пошел вон отсюда. Я сижу с этой медалью. Я жизнь положил, ради чего вообще? Оказывается, мне нужны были отношения. А я их потерял. Каждый умирает в одиночку со своими медалями. Своими заслугами. Я не развил отношения. Вот проблема. Ни с Богом, ни с близкими, ни с людьми. Пока тело было молодое, зарабатывало что-то, и было кому-то нужно. Оно состарилось, никому не нужно. Все кончено для меня. Нет отношений. Но я, не это тело. Строите отношения. Не теряйте время. Не при помощи тела, а при помощи внутренней энергии. В служении Кришне вместе. И второй текст прочитаем еще раз. О, брахманы, учителя, подобно тому, как железо притягивается к магниту, моего сознания, изменившееся по воле Господа Вишну, того, кто держит в руке диск, всегда стремится к Господу, поэтому я не могу не думать о нем. Прохлад Махарадж думает о Кришне. Вот и все. Больше ничего не нужно, собственно говоря. Если развить способность думать о Кришне, больше ничего не нужно. Недавно мы эту тему как-то рассматривали, что мысли обычно считаются нереальными. о чем ты думаешь неважного, а что ты зарабатывал деньги. Вот есть реальные какие-то золото, недвижимость, вот это реально. А твои мысли, какая разница? Это нереально, это воображение. Несуществующая вещь. Но, что касается сознания Кришны, мысль, она реальна. Она реальна. Это не воображение. Почему мы читаем шасты, изучаем, как выглядит Бог, как выглядит его творение? Чтобы думать об этом, как там написано, как в шастрах написано, чтобы мы не воображали ничего, а получали знание, как оно есть, от того, кто это непосредственно знает, видит, ощущает, воспринимает. И если мы начинаем размышлять на эти темы, данные, подтверждающие шастрами, это реальность. Это реальность. Реальность означает внутренняя энергия. Внутренняя энергия дает нам форму, запах, цвет, касание, способность мыслить, сознание в конечном итоге. То есть, оказывается, это тело не имеет формы. Это комок земли. Земля, вода, ну, комок земли, говорится. Оно из земли состоит. Пищу берем из земли. Оно не имеет формы, как одежда. Оно имеет форму руки, только потому, что там есть реальная рука внутри. Это покрытие. И так, это тело, это лишь покрытие из комка земли. И форма не принадлежит телу. Пока скульптор не придаст форму глине, она не примет эту форму. На самом деле, она бесформена. И дух, он поразителен вообще. От него исходит эта форма, запах, цвет, вкус, но настоящие. Реальные, реалистичные. Здесь мы чувствуем хороший запах. Два-три вдоха. И вы уже привыкли, уже отвлеклись на что-то другое. Всё. Это несколько секунд осознания, осознания какого-то счастья и всё. И уже привыкание происходит. Не настоящая вещь. Не проникает в сердце. как по поверхности, как лизать банку меда снаружи, языком говорить. Вот банка с медом. Не открывай, попробуйте. Облежите её всё. Вот таким образом. Что-то мы будем в уме иметь, конечно, там мёд, там мёд, там мёд, там мёд. Когда Кришна встречает Радхарани, он в шоке. Он говорит, что это? Он даже не говорит, кто, что это за явление? Он говорит, кто, потому что такого, аналогов нет. Что это за явление? Это цветок? Нет, цветок не двигается. А это двигается. Это молния? Нет. Молния, она всего лишь секунду излучает сияние. А, это светит постоянно. А, это река с её волнами. Нет, ну, река бесформенна, а это имеет форму. Так Кришна описывает внутреннюю энергию. Это Радхарани, которая наслаждается. это настоящее. Но, начало, мы слушаем об этом, говорим об этом, и начинаем думать об этом. Это великое достижение. Думать уже, ощущать. Если мы не можем думать о душе, мы её не почувствуем. Можем её вычислить, но не почувствовать. Санки философы, они вычисляют её, но они не могут её почувствовать. Что ж такое душа, как её воспринять? Где она? Она в чувствах и вне чувств одновременно. Чувства есть, потому что есть душа, но это не те чувства, у неё другие чувства. Она не эти чувства, хотя она именно эти чувства оживляет. Она присутствует в теле, но на самом деле в теле не находится. Сознание находится в теле. Сама душа никакого отношения к материи не имеет вообще. Но тело без неё не может существовать, ни форма, ни развиваться, ничего не может делать, ни действия, ни мысли. И как? Думать о душе означает чувствовать душу. Атма в стихе была, про пад-перевод параматма, сверх душа, тоже самое, атма или параматма. Одна природа, духа, тоже самое. Иногда параматму тоже атмой называют, и Кришну называют, тоже джива, живой. Но не джива татва, а вишну татва, но это тоже джива, категория жизни. Различных уровней жизни существует, категория. И как это почувствовать? В этом стихе говорится, что здесь необходима особая милость Господа, расположение Его. Потому что от Него эти чувства исходят. То есть мы не можем просто душу почувствовать отдельно от Кришны. Вы не можете отдельно увидеть солнечный луч без Солнца. Солнце должно присутствовать. Если мы хотим почувствовать душу, нужно каким-то образом осознать источник нашей, этой души. Оттуда исходят эти чувства, эти отношения. Не из моего ума. И вот думать нужно об этих отношениях. Вот это уже непосредственно эмоции, чувства, экстаз, слезы, дрожь, все остальное. Пропадзе прославляет Хари Кришна Махамантру, что это начало уже чистого предного служения. Это высший метод. Очень простой и самый высший метод. Лучшая практика. Киртан говорит. Лучшая практика из всех практик, которые даются в ведах. из всех видов жертвоприношения. Это лучшая, высочайшая практика даются век Кали. Особое благословение века Кали. Ни в какие эпохи это не дается таким образом. Хорошо? Итак, Азия Иварагья, пожалуйста, вам слово. Азия Иванова. Азия Иванова. Азия Иванова. Давай сначала историю Дзжамани, историю Санкирдану. Могу рассказать, да. Я встретил недавно одну пару из Мексики и дал им книги о Багавадгиту, науку самосознания. Вот, и мы повторили мантру вместе, и они решили, что хочется попробовать повторить мантру тоже совместно. Вот, и они поехали на пляж, а у нас храм находится рядом с пляжем. Вот, и они приехали, искали, ну, думали, сейчас приедем, посмотрим на сенсет и попробуем повторить мантру. Вот, и они недолго не могли найти парковку. Ищут, ищут парковку, никак не могут найти. И тут увидели место, приезжают туда, останавливаются, выходят из машины, смотрят вверх, а там храм, Хари Кришна. Вот, и они решили, что да, ничего случайного не бывает, нужно зайти. Вот, это было у нас воскресенье, вечерняя программа была, воскресная программа. Они в конце класса пришли, но в итоге я им дал просаду, вот, с ними общался, удивительно получилось. Вот. А вопрос я хотел задать, грунт, хорошо, вы говорили о материальных отношениях, о том, что у людей вообще сейчас нету какого-то особого интереса в жизни, и как они решают проблему, это они вот просто пьют коньяк, да? И, соответственно, есть тенденция к имперсонализму, и это проявляется в отношениях, нету никакой глубины в отношениях. Вот, и, соответственно, люди начинают как-то закрываться, отстраняться, и не культивируют отношения. Потому что они, ну, хотят заниматься чем-то, что им нравится, отдельно. Сейчас у нас технология позволяет, можно просто в сети интернет как-то найти какое-то развлечение, вот, и забыть вообще об отношениях с людьми. Вот, и, ну, сами отношения, они, как мы знаем, они требуют большого самопожертвования и самоотдачи. И даже вот такая тенденция присутствует среди преданных, в том числе и в моей жизни, что иногда как-то чувствуешь себя не очень комфортно, больше как-то нужно отстраняться, и не знаешь, как правильно эти отношения развивать. Например, вот, когда в общине мы можем сидеть на ланче, да, и кто-то может сесть вместе за стол, а кто-то уходит в свою комнату и так далее. Вот, я хотел узнать, как можно над этим работать, что может нам помочь. Хорошо, хорошо. Коньяк, на самом деле, просто не решает проблем. Нужен пятизвездочный коньяк. Пятизвездочный, он лучше решает проблемы, чем другой. Если создать коньяк с шести звездами, люди начнут пить шесть звезд. Это точно. У них есть такая вот вера, вот этот престиж. И, а что касается отношений, очень важная тема. Важная тема. И очень деликатная тема, я бы сказал. Наверное, самая деликатная тема, самый деликатный предмет для изучения. Предыдущие, когда слышат, что Матхямат и Кари со всеми дружественен, пытаются сразу встать на эту платформу, начинают завязывать, пытаются дружеские отношения друг с другом. И очень часто обжигаются, что друг, он не оказался другом, да, как я хотел. И у нас нет такого близкого понимания, что мы могли быть друзьями. То есть мы пытаемся это делать при помощи внешней энергии. И это тоже часть нашей практики, что внешняя энергия тоже должна способствовать развитию внутренней энергии. Например, просад нужно вместе принимать. Если мы Вашим и Жамбрамачарьев, то нужно это вместе делать. Киртаны вместе нужно петь. На Багаватам вместе приходить. На Сын Киртану организованно вместе. На Харинаму вместе. Это тоже хорошо, что внешняя энергия помогает. Да, если организовать хорошо, она поможет нам. Но главное, зачем мы вместе? Вместе, когда собираются материалисты, они начинают соперничать, чтобы выяснить, кто из них лучший в этой группе. В той же группе Санкиртаны, в группе Харина могут быть конкуренции. Вот, и тогда не развиваются отношения. То есть материалисты, они тоже вместе всё делают. Но их соединяет конкуренция именно. Личная выгода. Они нужны друг другу. Но они не нужны на самом деле друг другу. Как игроки, азартные игроки. Они же тоже вместе за одним столом сидят. Но они нужны друг другу только с точки зрения выгоды. Но у них нет дружеских отношений. И быть не может в таком сознании. Это такой грубый пример материального сознания. Они образуют семьи, группы какие-то, формации общественные. Не потому, что они любят друг друга и нужны друг другу, а только для собственной личной выгоды каждой. И здесь, опираясь на нашу тему сегодня, что можно сказать, как можно развивать отношения между предами, всё-таки, как Матхяма, всё-таки, чтобы эта дружба была совместная. Это развивать своё сознание Кришны. Своё сознание Кришны. А Кришна, он привлекательный. Он притягивает. Естественно, мы будем притягиваться друг к другу больше и больше по мере развития сознания Кришны. Потому что при помощи внешней энергии это трудно, практически невозможно дружить с людьми на основе как бы гун материальной природы только, опираясь на это. Это будет временное какое-то, кратковременное или временное, которое закончится тоже какой-то неудачей, разочарованием. Как правило, гуны вращаются эти. Но если мы развиваем своё сознание Кришны, естественно, мы начинаем притягивать умы и чувства друг друга, более внимательнее становимся, начинаем удивляться друг другу немножко уже, даже потом восхищаться, потому что проявляются какие-то качества, глубина и что-то уже изысканное в манерах проявляется у человека. То есть культура возрождает своё духовное, становится, естественно, привлекательным. Если мы общаемся с преданными высокого уровня, нам нравится на них смотреть и слушать, нам нравится в их присутствии, в их обществе находиться, потому что там есть Кришна, только по этой причине. Поэтому, да, индивидуализм есть, конечно же, люди очень индивидуалистичные, с материальной точки зрения все индивидуалисты. И личность означает проблема в материальном мире. Почему преобладает концепция безличная Бога? Потому что личность — это источник страданий, других источников нет страданий. То есть самые глубокие страдания только от личности можно, которые я раньше доверял, любил, уважал. И вот именно оттуда я получаю очень много боли и страданий. Поэтому страх общаться с Личностью на самом деле есть. Недоверие к Личности есть. Пока Личность не очищается на самом деле по-настоящему. Поэтому нет другого пути, как развивать свое сознание Кришны. Это с точки зрения внешней энергии так может выглядеть. Но на самом деле, когда человек развивает свое сознание Кришны, он чувствительнее становится к другим людям, если он проповедник. Как можно развивать свое сознание Кришны, проповедуя, и быть нечувствительным, невнимательным к людям? Невозможно это. Именно тут и завязываются вот эти близкие отношения духовные, когда мы именно духовные знания, обмениваемся духовными знаниями или передаем кому-то духовные знания. А с внешней точки зрения, да, может казаться, что человек отстранен от политики, от этих вот конфликтов обсуждения, проблем обсуждения каких-то материальных, что он отстранен от этого. Да, но зато он погружен в другую реальность, в настоящую реальность. Спасибо большое за ответку. Пожалуйста, Харик Кришна, Райни, отойти. Харик Кришна, дорогие друзья, Харик Кришна, дорогие преданные, примите мои поклонники, вся слава, шилипрохупати. У меня, знаете, такой вопрос. По Модице, вот вы сейчас сказали, что у нас сознание находится в теле, а душа не тело. И вы привели пример, что солнце, луч солнца, не может отдельно существовать. А как тогда понимать, когда мы говорим, что когда душа покидает тело, тело мёртвое, вот я не поняла, душа не тело, вы сказали. Помогите, это правда. Душа не является телом, это правда. И вот я не это тело, это реальная, как бы, философия, реалистичная. А есть душа, есть как бы её энергии. И вот сознание, это энергия чит, это энергия души, основная, главная. Вот. И есть другие энергии, это сад и ананда, то есть вечность, и вот это вот блаженство духовное. Её природа такова. И смотрите, что происходит. Она жертвует энергией сад и энергии ананда, когда принимает тело. Поэтому душа полностью не проявляется, только энергия чит присутствует, сознание. Но это сознание не представляет душу, а входит в тело. Вот что происходит. А сад и ананда, спят. И то есть то сознание, которое не задействует тело, тоже спит. То есть частичное сознание. Как во сне. Это часть нашего сознания. Больше похоже на воображение, на сон, на какую-то иллюзию. А сама душа при этом, она просто как бы отсутствует, спит. Неправильное состояние находится. Вот это душа. в таком состоянии. Спасибо большое. Пожалуйста, Максим Кандемин. Харь Кришна. Меня слышно? Слышно и видно. Я совсем недавно пришел к Кришне. Первый месяц сейчас я читаю Джапу. И у меня такой вопрос. Вот с утра я читаю восемь кругов. Могу ли я еще в обед почитать и вечером? Еще у меня есть такой вот вопрос. У меня получается на участке несколько строений. Могу ли я сделать алтарную в отдельном строении вне основного дома? И могу ли я вот у меня есть желание служить и у меня есть желание давать пищу тем, кто нуждается? Могу ли я соединить эти две вещи в послужении Кришне? Потрясающие желания у тебя. Просто если ты их себе выполнишь, это будет потрясающе. Мантру можно повторять круглые сутки в любое время, сколько хочешь. Алтарную отдельно построить тоже замечательно, чтобы приглашать туда гостей, чтобы не смешивать с бытом. тоже удобно будет очень. Если есть такая возможность, да? И если ты хочешь прасад распространять, ты уже как бы в миссии участвуешь в господочитании. Все это великолепное желание. И то, что ты это сам захотел, это симптом развития сознания Кришны. Вот оно такое. Человек сам начинает понимать, что делать нужно. Ты уже озвучил свое сознание Кришны сейчас. да, манты дьмира, включайте микрофон. у меня два вопроса первый это ум раз можно и в богородите написано что это материальные энергии господа это отделенные энергии господа а то есть у меня вопрос они что не принадлежат души душа это джекла это внутренняя энергия господа получается что души нет ни ума ни разу точно 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 ты говоришь точно ничего этого не ниргуна слово описывает душу у нее нет такого ума таких чувств такого другие другие ум и чувства у нее другие если взять скажем материальный элемент до чувства органы бум отдельно материальный элемент и разум тоже отдельный элемент еще ханкара отдельный элемент то у души вот эта истинная нет разницы между чувствами умом и разумом все это душа называется все это душа душа это есть ум разум и чувства но не материальные элементы которые мы имеем сейчас покрытие такого ума у нее нет каким ты сейчас думаешь у него другой ум понимаешь вот твоя задача вот этот ум обнаружить себя в душе другой ум который знает кришну может думать о кришне этот ум он не может как бы полноценно еще думать о кришне материальный ум а душа может у него другой ум эти чувства не видят кришну не воспринимают ни обоняния не осязания а духовные чувства касаются кришны всегда глаза касаются кришны все 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 есть кришна для души она везде вид кришну это ее верно верно ты сейчас душой ты сейчас душой да но не непосредственно а через покрытие например язык чувствует вкус сладостей так теперь представь язык и замотаем изолентой сейчас не знаю такая изолента продаются нет раньше была такая черная пахучая такая изолента помнишь нет ты знаешь такую изоленту вот вот такой изолента язык оботай и ешь значит птичьи молоко или гулаб джамун какой-нибудь то есть какой-то вкус проникнет верно же язык ты все но же есть но с привкусом это изоленты всегда будет вот это покрытие называется то есть нашу органное восприятие это покрытие для души а вот второй вопрос вот вы как гуру махараш стоите у меня на алтаре да я предлагаю пищу вы чувствуете что у вас вообще кормят я объедаюсь каждый день ты так кормишь что я объедаюсь просто до отвала это внутренняя энергия через алтарь мы предлагаем не просто эту пищу да а внутреннюю энергию этой пищи это приходит остальное ешь сама иначе лопну если где пожалуйста вопрос Сегодня. Сегодня. Я тоже это приняла очень к сердцу своему. У меня вот такой вопрос. Есть такое понятие, как сильный духом, говорят, или чистая душа. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается дух от души? Такой вопрос, характеристик. Дух — это энергия души. Можно так вот в русском, да, объяснить, в русском языке. Браман — это дух, это аспект души, энергия души, браман. А душа — это личность, из которой исходит это сияние духа. И сильный духом в материальном измерении, если посмотреть, кто сильный духом мы видим человека, это тот, кто проявляет будхи, разум, сильный разум, волю. Потому что именно разум — ближайший сосед души. То есть сила, если у него есть вера в душу, да, то разум становится сильным у человека, волей сильной становится. То есть эта энергия от души непосредственно разум питает. Прежде всего разум. Поэтому это будхи-йога называется. Постановление разума. А уже разум, дадам, будхи-йогам там, разум найдет Кришну сам. Он близок к душе, самый близкий. Это сильный духом человек. Но для того, чтобы и такую силу духа обрести, нужны знания от души, нужна практика. Непосредственно опыт нужен обрести. Те, кто получили опыт, скажем, хороший киртан, аджапы, уже преды, они уже практикут, у них есть разум, сила, чтобы повторять свои круги, шна, с кругов, все, они это делают. Если человек не получил такого опыта, он не может себе представить, что можно два часа повторять одно и то же. Ему трудно представить такую вещь. Разум не пробужден. Спасибо большое, Ахрамвет. Олег, благодарю вас, Харик Кришна. Поклоны примите, пожалуйста. Харик Кришна. Спасибо. Мы на этом, наверное, остановимся. Хотел поблагодарить вас за сегодняшнюю лекцию. И в частности, мы сегодня обсуждали Кришну магнит. Он привлекает всех чистых душ. Прошланд ему является замечательным примером. Также вы сказали, что мысли об этом материальном мире, особенности в Каль-Югу, не материальном мире, именно в Каль-Югу, об этом первой песне Шамадбхага там говорится, просто мысли, плохие мысли или оскорбительные мысли еще не плодоносят, не приносят и приводят к последствиям. Но хорошие мысли, они приносят особенности мыслей, связанные с Кришной. Это удивительно, что вы сегодня напомнили хорошие мысли, мысли желаний и планы. И вот мы можем также вспомнить пример Брамана из Южной Индии, который мысленно совершал пуджу и обжегся на сладкий рис. Если это реальность, мысли о Кришне — это реальность. Вот. Ари Кришна. Ари Кришна, спасибо всем, дорогие предатели. Шилопрабхупа, даки, джаи. Джаи. Шамадбхагавата, даки, джаи. У нас тут есть время? Какие-то вопросы есть? Есть. Есть время? Твоё время нет. Так. Харе Кришна. Гуру Махараджи, я запуталась в личностях. С одной стороны, вы говорили, что там, где личность, там проблема. А с другой стороны, вы сказали, что душа и есть личность. Спасите меня, пожалуйста. Ну-ка, ты сама ответь на вопрос. Ты знаешь ответ. Наверное, там, где личность, там проблема. Это речь идёт про эго. А здесь про душу, да? Спасибо. Сама ответила, и всё, я отвечу. Гуру Махараджи, вы знаете, я... То, что касается двойственности, я хотела задать вопрос. Потому что есть такое выражение лао-цзы. А он говорит, когда вы с кем-то конфликтуете, и вы его возненавидели, то вы проиграли. То есть он имеет в виду, что когда мы кого-то ненавидим, наша внутренняя связь с Кришной становится меньше, да? Он это имеет в виду? А если кто-то, например, нас оскорбляет, в Махабхарате описывается, и мы отвечаем тем же, то мы опускаемся на его уровень. Такими же становимся. Мы проиграли. И если кто-то нас оскорбляет, мы не отвечаем на эти оскорбления, в свой адрес именно, в свой адрес, то все благочестивые поступки, ну, не знаю, какая-то степень благочестия этого человека переходит к нам. А степень греховных наших энергий к нему. Без слов. Это происходит без слов. Если мы не отвечаем на оскорбление, в свой адрес, то часть греховных реакций переходит от нас, наших, к этому человеку. А часть благочестивых его действий переходит к нам. Но человеку же надо как-то себя защищать. Защищать. Защищать, да, но хотя бы на внешнем уровне. А здесь речь идет не о защите, а об оскорблениях. А об оскорблениях. А что касается агрессоров, которые нападают с оружием, там, описывается, какие же есть, да, агрессоров, где мы можем, да, себя защищать, тогда другой вопрос. Немножко другая тема. Спасибо, Харе Кришна. Я хотела спросить вот по поводу построения отношений в ядре. У нас ядра маленькая, и наши старшие нам всегда говорили, в первую очередь, вам нужно развивать отношения личные, время проводить вместе, там, и все такое. Ну и уровень у всех, как бы, ну такой, начинающий мы в большей степени. И у нас больше популярностью пользуются какие-то совместные пикники, такие мантра-йоги, ну такие вот программы. И вайшнавского компонента мало. Особенно, когда вот общаешься с новопришедшими или людьми, которые так вот на периферии, вроде как больше хобби у них это сознание Кришны, нежели полноценная жизнь, потому что много смешанных семей. И как вот остаться, как бы, вайшнавом и развивать отношения, когда им не очень интересны такие глубокие темы. Больше по лайту, так сказать. И ты вроде, ну хорошо, давайте, и общаешься так запросто, то есть все вместе, нет никакого этикета. Но понимаешь, что рост-то какой-то должен быть, потому что ядра уже достаточно большая, стабильно посещающие люди есть. То есть как вот все-таки подтягивать этот уровень вот в плане нашей культуры? Есть ли у вас храм? Храма нет, но мы постоянно арендуем студию, проходят воскресные программы, и по субботу мы делаем мантра-йоги, там с привлечением, ну проповедническая программа и вайшнавская программа раз в неделю, и иногда намахаты. Рекомендовано две линии, две линии, Бхагавата, Марк и Панчаратрика, Марк. Ты говоришь о проповеди, что вы проповедуете, это Бхагавата Марк. Возможно, книги показываете, поёте Харе Кришна, общаетесь с людьми, учитывая их как бы культуру, в которой они живут, их положение семейное и прочее. И здесь ты чувствуешь недостаточно вот вайшнавской культуры. Так, для этого существует Панчаратрика, Марк. Это поклонение божествам. Когда у вас появится такой центр, где будет божество, где будет пуджари, где будет вот это расписание храмовое, да, и община будет поддерживать это, то это станет источником вот этой вот, этой чистоты этих стандартов. Люди будут, приходя в храм, чувствовать вайшнавскую уже культуру, как так вот. Там этикет в храме уже, естественно, будет применяться. Каким нужно избегать оскорблений, находиться в храме. Мы уже изучаем эти вещи, и та культура, она приходит. А пока вы проповедуете просто, ну как, создаёте общину, для того, чтобы в будущем божества пришли, Кришна пришёл. Продолжайте проповеду. Просадом кормите людей, просто старайтесь это качественно в вас, если вы уже преданные, как сказать, посвящённые, да, в сердце должен быть храм дома. Божества, эти стандарты, там, ставите дилоки, всё как надо делаете перед божествами, служите. В сердце у вас должна быть культура. Она установится постепенно. Ахаре Кришна, дорогой Гуру Махараш, поправьте, правильно ли я поняла, что выстроить отношения с Кришной невозможно без выстраивания отношения вот с людьми и с преданными? А где Кришна? Покажи его. В сердце преданных? Вот так мы выстраиваем отношения. Мы выстраиваем отношения не там или с людьми, или с Кришной, а это, ну, неотделимо, да? Невозможно так, что человек не выстраивал отношения там с обществом. В конце жизни там вот у него смерть пришла, он остался один, но он там, я был с Кришной, и умер один, ну, там, без людей, без общества преданных. Но это невозможно, да? То есть Кришна не... Не с обществом людей, а то с обществом Ваишнавов. Ну, да, вот преданных, да, имею в виду. Там трудно увидеть Кришну в обществе людей. Там майя преобладает. Опасно. То есть там мы, ну, как проповедуем, ну, как-то миссию, да, свою используем, чтобы общаться с людьми, с духовной платформой именно, стараться из платформы долго, если мы работаем где-то. Это нормально. И даже это может нас, как бы, ну, беспокоить. Нам нужны ещё чистые места, где можем очищение какое-то иметь от материального мира. А с преданными, когда общаемся, то есть мы даже обязаны, как бы, видеть в них слуг Кришны, что они связаны с Кришной всех. Да, неразделимы. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот Вы когда говорили, что когда мы обращаемся к Кришне, да, соединяем свои мысли или слова с Кришной, то они становятся как, ну, внутренняя энергия духовная, да. Но с другой стороны мы видим, что не всегда это становится внутренней энергией, да. Например, есть сахаджи, которые говорят о Кришне, слушают и так далее, но там нет Кришны, да. Или, например, Бахтистан Старасвати говорил, что есть алфавитная нама. Мы вроде говорим Кришна, вот, или думаем Кришна, но там нет Кришны. Вот здесь пояснить, в каком случае Кришна проявляется, а в каком случае остаёт шелуха просто. То есть слова есть, а Кришны нету. Нет, Кришна всегда проявляется. Это с позиции утаматикарица говорить. Я не утаматикари, но пропаду утаматикари. И он, хотя и критиковал сахаджи, он говорит, что так или иначе жизнь связана с Кришной, и в следующих жизнях они могут очиститься и приблизиться к Богу таким путём, приблизиться уже к настоящей практике, авторитетной практике. И даже там сравниваются какие-то формы поклонения Богу, неперсональное поклонение Богу, или поклонение Богу как вселенской форме материальной, или поклонение себе как Богу. И там пропады говорят, что поклонение себе как Богу лучше, чем поклонение персональному браману. Всё же он говорит, что там тоже есть какая-то польза. Или преданы видели йога в парке в Америке, и с пропадой гуляли утром, видели йога. Ну, американского какого-то человека, который сидел в позе лотоса, пытался медитировать. И стали подшучивать над ним, что слышали лекцию пропады, что это йога, не гимнастика. Пропад говорит, нет, не смейтесь, говорит, этот человек, он, занимаясь такими вещами, постепенно будет ощущаться и прогрессировать до сознания Кришны, рано или поздно. Если пойдёт таким путём, всё равно это в заблуждении находится, безусловно. Но путь, который он выбрал из этой йоги изучения, он может привести его к Богу тоже. То есть любая попытка с позиции утаматикария, она уже как-то приближает человека к Богу. Но с точки зрения, как бы, если мы защищаем, скажем, чистое преданслужение от всяких примесей неавторитетных, что защищаем чистоту, тогда мы говорим такие вещи. Что есть бесполезное повторение, можно миллионы жизней повторять Хари Кришна мантру с оскорблениями, это мы говорим такие вещи тоже. Но невозможно мантру повторить только с оскорблениями. Это невозможно. Всё равно что-то, какой-то элемент, как говорил Байстан Царасвати, что преданное служение с примесью материальной выгоды, смешанной, тоже приветствуется в Писаниях. Почему? Потому что имеет элемент бескорыстия. Это Парамахамса смотрит, да, Парамахамса отделяет как бы вот материю и дух. Выбирает, вот, дух есть, всё, значит, тоже есть ценность в этом какая-то, не отвергается. Даже мы не совершаем чистое преданслужение, но он не отвергается очариями, потому что там есть элемент бескорыстия. Также это теоретически сказать, мы говорим, что миллионы жизней, десять миллионов жизней будете повторять с оскорблениями. Нет, вы прекратите повторять в этой жизни, если будет серьёзное оскорбление. Уже не десять миллионов жизней. Вы прекратите повторять. А если вы десять миллионов повторяете, то вы уже не такой уж оскорбитель. То есть какая-то связь с Богом у вас есть. Но, образно говоря, поэтому здесь всегда есть надежда. И, конечно, оберегал нас пропадать Сахаджи и всё остальное, но он не враждавал с ними никогда. Не вступал с ними в конфликт. Такой важный момент. Он говорил, чтобы защитить чистые бахти, которые нужно было установить. Вот оно, чистые бахти, оно вот не то, не то, не то, не то, ни с чем этим. Вот только такое должно быть чистые бахти, больше ничего. Вы думаете, в нашем движении нет Сахаджи? Сплошь и рядом. Просто мы не замечаем его. Под садом на бахти. Садом-то одна и та же. Никто не красит себе глаза из мужчины, не одевается в саре. Этого нет. Но упрощённое понимание есть у всех. Сахаджи — это упрощённое понимание сознания Кришны. Везде, где ещё и остается ложная гордость, есть элементы Сахаджи, обязательно будут. Поэтому не то, что Сахаджи — это они, а мы — нет. Мы тоже начинаем с таких же вещей, проходим такие же проблемы, только под защитой того, кому мы служим. Они не служат, может быть, Ачаре, и в этом их слабость. Если бы они служили Ачаре, Ачаре бы сказал так, снимай эту краску, снимай саре, девай белый тхоти, телекуста офиги на мгарате. Он бы с Сахаджи пришёл, бы он мгарате, и выглядел бы как предный. Но они не служат Ачаре, а мы служим Ачаре, и мы выглядим как предный хотя бы. и говорим, что мы не Сахаджи, мы не хотим Сахаджи. Ачаря нам говорит, разъясняет эти вещи. Хотя в нас все эти есть, и Майвады есть, в нас тоже все эти элементы есть. Но под защитой Ачари находимся. В этом только наше преимущество. Гурмхарадж, у меня такой вопрос. Я читал недавно, вчера, позавчера, о беседе у Господа Кришны с Рукминей. И я так перечитал, похоже, что у меня возник вопрос, а зачем живёт Бог? Вот Он ни к чему не стремится, Ему ничего не нужно, Он ни в чём не нуждается, Он самодостаточен, у Него нет цели. Зачем Он живёт? Ты перечислил эти вещи, но ты, похоже, их не понял. Вот я прощаю. Ты сказал слово «самодостаточный», и ты уже сам объяснил этим словом всё. Почему вопрос? Иначе тебе нужно изучить слово «самодостаточный». Тогда вопроса не будет. Ответ «самодостаточный». Ты же сказал это слово. И вдруг ты говоришь «самодостаточный», и почему Он живёт? Нелогично. А можно ещё вопрос тогда? По поводу местоположения Души, можно ли о нём, о ней говорить, о местоположении, как о материальном объекте, с координатами, там, точками? А как тогда о местоположении Души говорить? У неё нет местоположения в материальном мире. Она не находится в материальном мире. Разве вы не читали об этом? Она описывается как неотъемлемая часть Кришны. Вот она где находится. А физическое тело имеет координаты. Козлка рад. Риндаван парк. Среди этой группы людей. Человек так выглядит. Такие вопросы задает. Его так зовут. Вот там вот эта душа. Но никто не назовет сейчас имени твоего души. Твоей души. Нет. Имя к этому месту не относится вообще. Ни к Злокарату, ни к Казахстану, ни к этой вселенной. Но если кто-то увидит твое имя, если ты узнаешь свое имя, ты уже не живешь в Злокарате. Получается, местоположение души определяется ее именем. Имя именем тоже. Связь же с Кришной. Имя связано с Кришной. Это физическое тело. Какие у него координаты? Вот. Человек оставил тело, оно смешалось, ну, в пепел прорудил. Где координаты? Вот только он рождается на другой планете. Или в другой форме жизни. Какие координаты? Душа, а не время, не пространство вообще? Кришну Гуру Махараджу. У меня практический вопрос, касающийся парампры и проповеди. В храм приходят доброжелатели преданных, но они повторяют ом и получают где-то, я не знаю точно где, инициацию и даже духовное имя. Как понять, это, скорее всего, не авторитетная сампрода, а как им проповедовать правильно? Является ли моя проповедь, допустим, что сказать, ну, отвергни своего Гуру, да, и прими истинного Гуру, ну, нашей парампры, нарушением, ну, Гуру-аппаратхой по отношению к его Гуру. Они приют в храм? Они доброжелательно относятся, приходят в храм, едят просад, повторяют мантуру. Кришна поют? Поют. Но остаются в своей сампрода, они медитируют на ом? Пусть поют, нормально. Петь может каждый прийти в храм. Ну, и не надо говорить, чтобы они меняли духовного учителя? Ничего, ни в коем случае. Это будет Гуру-аппаратха по отношению к их духовному учителю, да? Нет, ни в коем случае нельзя вмешиваться, пока они не спросят. А пока они сами не спросят? Конечно, должны сами почувствовать, как некоторые ученики, это был, это был, это был, известный был, Аурабин, да нет? При жизни правопады. Его ученики стали переходить к правопаде потом, что он уже не мог отвечать на их вопросы. И он сам сказал, идите к Бхактюбе Дань с вами. На эти вопросы, я не знаю ответа. Такие будущие преданные скажут, я хочу поменять, сам продаю. Это не будет для них Гуру-аппаратхой по отношению к своему предыдущему гуру? Если они сами решают, мы говорим, идите к своему гуру, поговорите с ним, просите его разрешения, но так по-человечески, чтобы было это все, выглядело. Он тоже личность, там в конце концов, мы должны уважать. Не так, что мы говорим, ваш гуру негодяй, бросайте его, идите сюда. Может быть и правильно будет сказать с какой-то точки зрения, но с точки антикета нет. Если даже человек что-то неправильно будет, мы же все равно уважаем, там душа есть. Поэтому я обычно так говорю, что идите к своему гуру, договаривайтесь, если он разрешает. Они обычно разрешают, а имперсталисты им все равно. Как-то не было проблем, серьезно. Я просто вспомнила, что во Вриндаване, ну вы были, если в храме во Вриндаване, да, Кришна Баларам? Не были еще. Тогда вы не задавали такой вопрос, потому что туда приходят все. И Майвади, и джанисты, и персоналисты, Боже мой, и Сахаджи, все там, все приходят и поют, гори Кришна, танцуют счастливы. И потом вкушают Борисад. Это супер. Я помню, кого-то там не пускали в храм, Кришна Баларам. Его задержала охрана. Но я не понял, кто это. А, нет. Да, да, да. И еще одна женщина там в Илла, помню. Давно это было? Что нет? В Илла. То есть вы на службу приходите, и она говорит, что-то у-у-у-у. Значит, на это выть. Так, рыдает, плачет. И так, постоянно в храме этот вой. Я видел эту женщину, ну, плачет, сидит, жаба плачет, между киртанами плачет, на парик, на автобусе сядет, там тоже плачет. Громко, очень. Прям вой такой. Душераздирающий. Всегда переглядывается, может быть, пхава какая, может, разлука с Кришной, кто его знает. Мы не знаем, что делать, без вопросов. Никого не обращается, просто воет. Ну, а всех беспокоило. И так, было несколько дней, до двой. Мы все молчим, ждем. Обычно ждут, что администрация, администрация тоже ждет, что скажут перед ней. Вот. И так, три дня мы ждем, приезжает гурмахарадж, помню. В храм заходит, джаба повторяет, все к нему, значит, толпа, тут джаба повторяет, и тут, и он так позвал преданного науку, что-то сказал, больше мы не слышали ой. Ни разу. То есть, мы не могли распознать этот звук, какой он авторитетный, не авторитетный звук, может быть, он авторитетный, может, аппарат услышал. Нужен был квалифицированный, преданный. Он услышал, все понял, позвал, и все сделано. Харе Кришна, Гару Махараж, если позволите, два вопроса коротеньких. Первый мой вопрос. Бхагавадгита, 3.15, в комментарии, Шрила Павлопада, ссылаясь на Брехата Рани Каупаниша, 4.5.11, утверждает, что Господь, бросив взгляд на материальную природу, зачал в ее лоне всех живых существ. И вот этот момент, который я не понимаю, то есть, это означает, что был момент начала или все же мы, как живые существа, никогда не возникли и никогда не исчезли. То есть, если был момент начала, значит, предполагается, что и будет момент некого конца. Например, человек входит, устраивается на работу. Ну, любой такой пример. На работу устроился, или он женится, неважно. Он входит в какую-то новую среду. Это начало его жизни. Семейной, да? Не означает, что до этого он не существовал. Начало семейной жизни, начало профессиональной деятельности, нужно ходить на работу. Он и до этого существовал, но не в этом качестве. И вот тут о начале говорится о материальном творении, когда творение начинает заново создаваться, заново, да, после разрушения. Снова нужно душу туда, чтобы вошли. Вот этот момент описывается. А душа существует всегда. Спасибо большое. Если позволите, коротенький вопрос. Очень просила моя хорошая знакомая, преданная адресовать его вам. Как сбалансировать духовно-материальную жизнь каждый раз, когда она как бы фокусируется на духовных аспектах своей жизни, то у нее просто начинаются очень большие проблемы на материальном плане, семейные и всевозможные. И это преследует ее всю жизнь. Она как бы душой стремится к духовному развитию, но каждый раз, когда она следует по этому пути, возникают какие-то пагубные последствия на материальном плане. Нужная статист платформа ума на это время уйдет. Именно ум находится в категориях 2-2. Либо одно, либо другое. Что-то одно из двух ум мыслит так. Либо духовная жизнь, либо материальная жизнь. Это 2-2. А как соединить садана бхакти? Распорядок дня нужен. Нужно то и другое учитывать. И материальное наше существование нужно поддерживать. И духовное. И брать посильную садану. Посильная садана значит, что вы счастливы. Вот этого достаточно. И вот это нужно регулировать и продолжать дальше. И по мере роста счастья вы можете больше и больше делать. Увидеть, как это произойдет уже попозже. То есть внешняя энергия это трудно организовать. Нужно счастье, нужна энергия ананда, нужны знания, нужен разум. Тогда это работает. Поймите, что если наши провода электрические не связаны с трансформатором, свет не загорится. Сколько угодно можно включать и выключать, там целый день стоят рубильники, света не будет. но когда будет связь с электростанцией, свет включится, по мере нашего укрепления связи с Богом увеличивается наше могущество. Это целая система включает соотношений, даже независимо от нас. Можем не знать, где это электростанция, где это трансформатор. Но если все соединено, все будет работать. Поэтому это вопрос опыта и практики, как быть в сознании Кришна именно. Берите пассивную садану, которая не разрушает ваши материальные обязанности, не нарушает их, и достигайте счастья. И вот этот разум, развлечение, что хорошо, что плохо, и постепенно будете продвигаться дальше, естественно. Харе Кришна, я хотела спросить, позавчера была лекция по Бхагавадгите, вот вы сказали про страх, что самый большой страх это быть личностью. Я вот сейчас тоже хотела спросить причину, корень этого страха, но вот сейчас Матаджи сказала, что одна личность это ложное эго, а другая личность это душа. Вот про какой страх вы говорили, и корень этого страха, в чём корень, почему существует этот страх, и как вылечиться это только в обществе преданных можно вылечиться. В обществе материалистов это невозможно, там инфекция, там только заразиться можно. Аханкара, ложное эго, никто не доверяет друг другу. Можете на улице просто любого человека взять, подъёмся со мной, пройдёмся, поговорим. Можете с любым человеком так сказать? Ты не спишь никуда, пойдём сейчас просто посидим, поговорим. Нет такого-то вот? А в Вериндауне это возможно. Можете в любой дом постучать на родаку Индии, сказать, можно поговорить? Заходи. Раскрыть душу, пожалуйста. Я тебя выслушаю внимательно, постараюсь понять. В Индии так, в некоторых регионах, в святых местах особенно. То есть там не нужно знакомиться, долгое время узнавать друг друга, пока доверие появится какое-то. Как на Киртане. Хороший Киртан, и мы все уже как бы сближаемся, не разговаривать друг с другом. Если Личность как добрый, доброго не боится, написано. Нет страха, нет препятствий. Добрый, доброго не боится. Если у нас есть хотя бы гуна добродетели, Личность уже не представляет для нас какой-то опасности или угрозы. Мы хорошо себя чувствуем в обществе людей. Если у нас страсти и невежества, возникает недоверие, замкнутость. Это отчужденность от Личности, беспокойство от Личности. Поэтому негативное отношение к Личности на самом деле. Страх Личности прежде всего. Особенно если вы связываете свою жизнь с кем-то целиком. Особенно это ответственно и опасно. Все это знают. Харе Кришна, Громхараш. А вот по отношению, по поводу души вопрос. В учении Господа читания говорит, Прабхупада говорит о том, что существует развитие души и отношение с Господом от Шанта раса, к Даси расе и так далее. А с другой стороны Прабхупада говорит о том, что наше положение в духовном мире оно уже определено и оно лучшее для нас. Вот как вот эти два утверждения объединить? Спасибо. Предположим, что ты в Матхуре расе твоя душа в этой расе находится сварупа твоя. Как ты каким путем пойдешь сейчас к этому из обусловленного состояния? Пойдешь через Шанта и все постепенно таким путем придешь. Предположим, что твоя сварупа Даси раса в духовном мире. Ты не хочешь куда-то еще двигаться. Тебя вполне ты счастлив. Даси слугой Кришны себя чувствовать и все. Это означает, что твое служение будет помогать Даси Сахи в отца Лиматхури. Тоже связано. Слуга везде нужен. То все соприкасаются со всеми расами. На самом деле существует только одна раса Матхури раса. Если так строго говорить. Потому что все подчинены все расы подчинены ей. Ешода служит Матхури расе, но по-другому. Не в роли супруги, а в роли матери Кришны. Наталила известна, когда она хочет передать подарок Радхаране. И она устраивает такую шутку. Это такая небольшая коробочка с ожерельем. Она кладет большую коробку, эту большую большую, и получается вот такая большая коробка. так Ешода делает. И зовет Абхиманию мужа Радхаране. Отнеси это Радхаране, этот подарок. Вот эти подарки она говорит. И моё наставление пусть она это себе повесит на шею и никогда не снимает. Кришна это услышал. И следом за Абхиманию тихонько идет, идет и Абхиманию захотел в туалет. Он берет эту коробку, на голове несет, ему нравятся эти подарки, богатства. Он больше ничего не понимает, он понимает только прибыль какую-то. Он номинальный муж Радхаране, так сказать, тень Кришны. И он в сторону отходит, коробку ставит, и Кришна залазит в эту коробку туда, все выбрасывает оттуда. Абхиманию берет, тяжелее стала коробка, здорово, значит, много подарков, много драгоценностей каких-то, он несет с удовольствием. В комнату Радхаране приносит эту коробку, кладет и говорит приказ Ишоды, чтобы ты это себе на шею повесил, никогда не снимала. Ишода даже не знает об этом, но это Матхурия, она участвует таким образом. И там Радхарани с Лолитой, Мишакой, с другими, интересно, что тут в большой коробке открывает, Кришна упрыгивает довольно оттуда. Они делают вид, что они оскорблены, значит, ну как Лила начинается в Матхурии Раси, начинают его критиковать, что это такой сякой, банщик и прочее, прочее. А Кришна говорит, а вы оскорбители старших. Как этому оскорбить старших? Серьезно, это самое обвинение в чем? А что Ишода сказала? Что ты должна повесить этот подарок себе на шею и никогда не снимать? Вот такие игры. Ишода тоже, видите, все расы служат Матхурии России. Катяна Шуку давно так спрашивали. Вот микрофон. Грумарач, почему некоторые взрослые не понимают детей, когда они что-то говорят? Ты верно заметил? Я расскажу тебе почему, только микрофон сначала дай. Знаешь почему? У них другое тело, они с другой планеты, они инопланетяне. Нет, дети из другой планеты. Взрослые уже все земные, а дети из другой планеты. Это разные тела. У меня было тело, как у тебя. Веришь? Я был такого же размера, так же думал об этом. Знаешь, что я думал? Я шел, помню, в школу, нет, просто утром шел куда-то, помню. И прыгал через лужи. После дождя я прыгал через лужи, мне было нравилось. А взрослые обходили все эти лужи, безрадостные. Мне нравилось я радовался. А я тогда посмотрел и подумал, вот я буду обещать, обещаю себе, дал обещание, что когда вырасту, я буду прыгать через лужи. Я их не буду обходить. Вот как сейчас, мне что-то здорово. Чего они не прыгают? Так здорово. Пока на работу идешь, прыгаешь через лужи, даже интересно, радуешься, толкаешь друг друга, там как-то, ну, бегаешь вообще, пока на работу идешь, столько радости. Они как повинные идут. Я отдал себе обещание, я буду прыгать через лужи всю жизнь. Ну, вот уже не прыгаю давно. Тело сменилось. Разное тело, да, поэтому человек учится дважды. Сейчас ты в таком возрасте, ты еще не все понимаешь, как бы, ну, в жизни взрослых. То есть еще сознание не включено вот в эту жизнь. как таковую это тебе в будущем предстоит. Значит, ты еще не осознаешь себя должным образом в этом мире. Не все понимаешь, потому взрослые за тебя что-то решают, что-то тебе объясняют, что тебе не все понятно, ты еще не все знаешь, как в этом мире жить, как зарабатывать деньги, как строить отношения, как вот вести себя там и там, как учиться в школе, все взрослые тебя будут наставлять на учителя, родители, все будут заботиться об этом. Но, когда ты вырастешь, как восполнить вот эти прожитые годы, которые ты не понимал их? Когда ты будешь воспитывать своих детей, ты снова вернешься и вспомнишь свое детство, как это было с тобой. И ты осознаешь прожитые годы сейчас уже осознанно, когда будешь взрослым. У тебя тоже тело изменится, оно меняется каждую секунду. Просто ты растешь сейчас. Растешь, растешь, ты станешь мужчиной со временем, взрослым человеком. И почувствуй, что тебе нужно жить как-то уже по-другому, в другом теле будет, по-другому строится жизнь. Понимаешь? Хорошо. У тебя вопрос? А как начать духовную жизнь? Ты же начал уже. Ты уже сидишь на Бхагаватам и говоришь, как начать духовную жизнь. Ты уже вовсю преданный, уже чистый преданный, уже на Бхагаватам приходишь. Но если ты еще начнешь мантру повторять, немножко, сколько можешь? Полкруга можешь? Полкруга мантры на четках. Четки есть? О, четки есть. Ну, значит, все. Да, есть. Да, ну, повторяй. Круг сможешь повторять мантры? Один. Я уже два круга читаю. Меня спрашивают, как начать духовную жизнь. Ты уже преданный, практикующий? Все уже. Итак, наше время и стекло на сегодня шло Прабхапады. Кий-джай. Кий-джай. Кий-джай.